так друзья приехали мы discovery каньон на ватрушках спускаться по воде у нас шесть часов вечера но жара пекло нереальное приехали всей семьей и кстати родственники у нас уже там ждут то ли мы им составим компанию то они нам во всем скучно не будет ладно да взяли с собой все что необходимо да в пакете там арбуз там арбуз сам мишка вошли лишь и кстати надо обновить купальник он маловат но ничего так посмотрите какая красота сюда можно приезжать всей семьей отдыхать можно на пикник да и виды красивые и деткам не скучно есть детская площадка мы уже здесь были показывали много-много раз вам вот мия мой друзья здесь такой хороший песочек так антон пошел искать надю с детьми где там и ульяна где-то где-то отошла так покажем ульянки в новом купальнике купали на на неделе две назад вот так малышня милюшка и данька данька водичка вообще классная очень хорошо ли как не весело ли они немного скучновато кирилл на ватрушках и надя загорает в розовом купальнике и довольны счастливый антон конечно а это семья в сборе пошел на ватрушках давающие его здесь так в общем друзьям кирилл с ульянкой пределе милюшка с папой дань с мамой а я а я загораю меня никто не отвлекает так так пешки первичку тьше ой блинка пересекнул по я не знаю что происходит на деткам нравится весело хотя по кириллу вообще не скажешь да незаметно вот и едет 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 плывет боится показать свои эмоции боится улыбнуться раз лишний раз но и весело о девчонки а вот как то так как это Так, значит, арендовать вот этот чуб за 6 долларов можно. Можно приходить со своим. В общем, друзья, попросили тетю Надю прокатиться с Миюшкой. Ой, ты боже, Миюша в первый раз, но вроде как довольна. Кирилл с Данькой. Ульяна не захотела. Так я гиб. У-у-у-у! Вау! Юша! Думайся! Юша нравится, наверное. Ой, веселуха! Вау! Классно! Молодцы! Спасибо, тя Тя Надя! Добежал, бежал. Пробежал всю площадку, а потом... Друзья, кто помнит, я рассказывала, что обрезала свою церапегию и наращивала в водичке ей корешки. Вот показываю результат. Не сильно быстро корни пускают эти черенки, да. Но церапегия настолько красива, что этого времени оно стоит. Стоит подождать, да. Смотрите, в одно время я все срезала. И абсолютно у всех черенков разные корешки, да. Вот, как говорится, выживает сильнейший, как-то так. В общем, любимая моя церапегия, буду заниматься посадкой. Планирую посадить ее в этот субстрат. Это мой субстрат. Я сама его замешивала. Здесь очень много перлита, разных и других минеральных ингредиентов, добавок. Камушка, лавовые породы есть даже, кора. И все такое для того, чтобы почва, земелька вот эта вот, субстрат, был воздухопроницаемый. Вот, и чтобы он был супер легким. В общем, у меня все мои растения приблизительно в таком субстрате и растут. Вот, планирую посадить в прозрачный стаканчик, чтобы можно было наблюдать за ростом корней и наблюдать также за поливом. Ну, мне это очень помогает, чтобы не перелить. А, кстати, вот это вот, такое вот цветение в этой церапегии. Я сначала прям испугалась, я не поняла, что это такое, но это цветение. Тоже, в принципе, красивое. Давненько я не показывала свою витрину, наверное, соскучились. Сейчас покажу все свои изменения, что произошло. Значит, друзья, не устану, не устану нахваливать вот этот вот стеклянный шкаф с хорошим освещением. Это просто какие-то чудеса. Значит, показываю. Боже, как мне нравится мой папоротник. Он так хорошо разросся. Видите, ему не надо хорошее освещение. Ему, в принципе, этого достаточно. Поэтому я рекомендую это растение как неприхотливое, наверное. Также неприхотливое, мне кажется, традесканция тоже хорошо растет не на свету. Так, значит, убираем эти ваечки. Церапегию я пересадила. Вот так она на данный момент выглядит в таком смешном кашпо. Пару плетьев, да, получается сколько? 4, 5, 6, ну где-то 6, 3, 6, 7, 7 плетьев. Но они разрастутся и будет красивое растение, которое развисает. Значит, моя хоя очень хорошо себя чувствует. Я сегодня, получается, немного ее повредила. Она залезла мне вот туда, вот в тот угол. Я, получается, ее вытаскивала, ну, получается, я ее потянула. Попыталась вытащить аккуратно, но не получилось. Немножко отломила, но ничего страшного. Вот, Пелея, посмотрите, какие красивые три горшочка, да. Вот, значит, бегония, которая укоренялась не в воде, а в земле. Тоже хорошо себя чувствует. Обратная сторона листика красная. Красивое растение. А вот это моя хоя. Одно из недавних моих приобретений. Хоя Лариса. Хочу показать поближе. В общем, покупала ее с двумя листиками. Листики такие шершавые, друзья. Она вся такая интересная. И вот она мне дала в моих условиях новый большой листик. Вы знаете, вот этот молоденький листик. Боже, какой он красивый. Видно так хорошо прожилочки вот эти, да. Листик такой нежный, такой он гладкий. Не такой совершенно, как вот эти вот старенькие. А вот эти листики, конечно, такие плотные, шершавые. Я прям удивилась. Друзья, вторая полка. Хочу специально этот момент запечатлеть. Потому что для меня это особенно важно. В общем, этой прекрасной бегоне ей два года. И она впервые меня зацвела. Сейчас покажу ее цветение. Ой, такой нежный цветочек. Такой нежный цветочек. Прям я удивилась и обрадовалась. Вот эта бегония у меня постоянно цвела. Вот. Она уже так была вытянулась. Поэтому я ее снесла макушку и черенковала. Вот. Это все, что осталось. Все остальное раздала. Вот. Вот. В общем, очень красивое цветение в этой бегоне. Я еще на камеру говорила. Наверное, она просто декоративно-лиственная. Но нет, друзья. Она... Она... Это мое, наверное, самое любимое растение. Она очень красивая. Угу. Очень красивая. Так. Очень хорошо себя чувствует Philodendron Pink Princess. С розовыми листиками. У меня тоже все там хорошо. Так. Это еще одна пилея. На третьей полке у меня здесь находится очень много разных растений. Удивляет меня опунция, кактус опунция. В общем, он тоже должен быть очень красивым. Он растет высоким и вот таким вот разнообразным, да, можно сказать. Классно. Мне он очень нравится. Этот кактус опунция опять пилея. Опять Philodendron White Wizard. Белый Волшебник вроде, да. Здесь у меня Сингониум. Очень тоже красивый. Здесь такие вот розовые прожилки. Это второй Сингониум. Но другой, кстати, сорт. Да. Тоже медленно растет. Вот такие вот красавчики у меня суккуленты есть. Это у меня тоже, посмотрите, в стаканчике много, много новеньких листиков. Вау. Это растение называется маниула. Множество информации написано про то, что это эпипремнум. Но когда я покупала, это нет, это не эпипремнум, это маниула. Вот. Тоже листики очень красивые. Мне кажется, это эпипремнум маниула. Так. Так. Еще одна пилея. Так. Пиперомия. Тоже очень красивая. Красивые листики у нее. Красный стволик. Это значит, вот эта вот мать, которая дала мне много-много детей пилея. Вот. Которых я раздала. Вот это, кстати, свеженький, новенький листик зеленый, такой насыщенный. Со временем он блекнет, теряет окрас и вообще опускает листики, его обрываю. Это у нас сингоним, тоже такой вот красавчик. Новенький листик, он такой насыщенно-зеленый, хорошо ярко выражены прожилки. вспомнил, господи. Так. Планирую в будущем еще прикупить такой шкаф. и дальше заниматься пополнением своей коллекции. Давненько я не показывала вам свою локазию. она мне тоже нравится, нравится своими листьями большими. Значит, у нее, да, розовый ствол. Никак она мне не раскрутит новые листики. Новые листики. Собирается. Да так долго, так медленно, я не знаю. Это нормально? Нет. Помните, я говорила, что я нашла клубеньки. Деток ее, в общем, попыталась отдельно прорастить в мхе. У меня ничего не получилось. В общем, то ли сгнило, то ли я не помню уже что. В общем, а потом опять нашла. Я повтыкала в эту же землю и присыпала мхом. Не знаю. Опрыскиваю. В общем, надеюсь, что-то получится. Если нет, я не буду расстраиваться. Еще постоянно мой спатифилум цветет. Ему тоже здесь все нравится. У него такие листики сжатые, да, с белой красивой варигатностью. Это у нас так жарко. Холли здесь отдыхает. Красивое тоже у него цветение. А это уже надо обрезать. Друзья, у нас очень жарко. Какая-то аномальная жара. Очень душно. По мне заметно, что я загоревшая. Это все посредствия того, что с собакой днем гуляю я. Я, в принципе, не против позагорать. Получить очередную порцию витамина D я всегда за. Вот. Значит, что я хочу сказать по поводу моих растений. Что я даже боюсь считать, какое количество в моей коллекции. Но скажу так. Я на этом не планирую останавливаться. Нет, ни в коем случае. Наоборот, мне эта тема нравится. Мне нравится ухаживать за растениями. Меня это успокаивает. Я много информации изучаю, что касается этого дела. Вот. И, возможно, в будущем, в будущем у меня появится, возможно, новая профессия. Я не знаю. Может, будут делать какие-то заказы. частные заказы на озеленение помещений. Так как у меня насмотренность хорошая. Я, в принципе, уже хорошо так ориентируюсь по растениям. Куда и какое растение можно поставить. Вот. Кому можно и какое растение порекомендовать. Вот. Учитывая все условия. В общем, пока озеленяю я свое помещение. Но, возможно, что-то в нашей жизни и изменится. Кстати, приходят покупатели. Спрашивают всегда, а растения вы продаете? Пока нет. Пока раздаривают. Отдаю знакомым и друзьям, родственникам.